То, что сегодня происходит, очень страшно и тяжело. Но все в мире делает Бог. Мы общаемся с Ним через молитву, а Он с нами через события. И Всевышний хочет сказать нам что-то важное именно сейчас. Настолько важное, что Он кричит об этом. Из всех заповедей особо выделяется одна – «Люби ближнего своего, как самого себя». Рабби Акива говорил, что это – великое правило во всей Торе. Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти и будет отстроен из-за беспричинной любви. Остановить споры, наладить отношения, помочь другому делам или деньгами – это очень тяжело, ведь у нас есть причины вести себя так, как мы привыкли. Он мне грубо ответил, не пригласил на день рождения, непорядочно поступил, и так далее. Но если хорошо присмотреться, то станет очевидно, что Он не хотел нам зла. И Всевышний старается обратить на это наше внимание. Те, кто сейчас находится в Украине, видят это. Когда-то ссоры и недопонимания казались обоснованными, но теперь это не имеет значения. Стало очевидно, что помогать и оправдывать лучше, чем отдаляться и судить. Это и есть приход Машеха. Наш мир – идеальное место для всеобщего счастья. Все, что нас от этого отделяет – зацикленность на нас самих. И Всевышний кричит нам о том, что Он создал прекрасный мир. Пользуйтесь им правильно и будете счастливы. Если мы сегодня начнем войну со своим эго, то ему не нужно будет делать для нас войну на земле. Мы знаем из истории пророка Йоны, что если все мы объявим войну своему злому началу, то Бог тотчас отменит все страшные события. Это касается нас всех. Нет места, где человек может сказать, что я могу продолжать жить, как раньше, потому что Россия от меня далеко. У Всевышнего есть идеи, как сделать так, чтобы его услышал каждый. Но каждый может начать свою личную борьбу прямо сейчас, тем самым остановив войну и приблизить приход Машеха.